Усиленная разминка перед покорением лесных троп. Дети и опытные любители принимают участие в первом летнем забеге Dream Trail Hinky Forest. От обычного забега трейл-кросс отличается тем, что происходит в абсолютно естественной среде, без подготовленной трассы. Поэтому бегуны до самого последнего момента не знают, с какими испытаниями им придется столкнуться. Препятствие уже давно не проблема для Екатерины Серовой. Девушка привыкла покорять горные вершины, профессионально занимается альпинизмом. Но бегать по природным тропам пока не удавалось. Сегодня ее первый старт в дисциплине трейл-кросс. Дистанция 12 километров. Чтобы чувствовать себя комфортно в горах, нужно иметь очень хорошую выносливость. И чтобы не терять форму, пока я в Москве, я занимаюсь бегом. Но это нельзя назвать моим побочным увлечением, это одно из моих основных увлечений. Я черпаю в этом энергию и вообще позитив, и я обожаю бегать. Не обошли стороной и любители скандинавской ходьбы. Для них отдельная номинация. Самые юные спортсмены бегут дистанцию в полтора километра. Три, два, одна, старт! Мы стремимся сделать это таким праздничным событием, чтобы людям было интересно бегать, чтобы это была какая-то своего рода тусовка, чтобы люди могли пообщаться с близкими по интересам людьми. Первыми финишируют дети. Принимают заслуженные поздравления и медали. Очень понравилась дистанция. Очень красиво там в этих местах. Немножко было тяжеловато, конечно, но, в общем-то, это всегда так, при беге. Мне понравилось там, в гору понравилось, изгарьи. Самое сложное – это подъемы. Вот. И скользкая трава. Максиму Калешко 10 лет. Сегодня пробежал свою первую дистанцию на соревнованиях. И сразу третье место. Мне нравится бегать. Это для здоровья полезно. Ну, короче, все круто. Рад, что победил. Ты ожидал вообще такого результата? Ну, не ожидал, конечно. Но надеялся. Бег – возможность не только держать себя в тонусе, но и помочь нуждающимся. «Атлет во благо» – проект благотворительного фонда. Его участники организуют спортивные мероприятия и поддерживают детей-инвалидов. Мы здесь пришли рассказать, что вообще существуют такие дети, которые нуждаются в нашей помощи. Да, мы бегаем сейчас в свое удовольствие, но также нас люди поддерживают финансово. Кто-то просто рассказывает информационно о нас, что есть такие дети, что есть такой фонд. Энергия, драйв, позитив. Именно такие эмоции остаются после забега. Сегодня преодолели тропы Химкинского леса почти две сотни человек. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Служба новостей. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Служба новостей.